Вай, здравствуй, Украина-джан! Бонжур! Ну или, как говорят у нас в Париже, барев дзез. Меня зовут Ашот Аракелян, и я веду свой репортаж из второй столицы Армении. Города Парижа. Почему второй? Потому что первой, как все знают, является город Сочи. Итак, Париж стал снова одним из самых посещаемых мест в Европе. Ежегодно Париж посещает более 20 миллионов туристов. Статистически посчитано, что они съедают до 40 миллионов лягушек, до 60 миллионов кулиток и до 80 миллионов различных видов моллюсков. А ря, уважаемые туристы, сколько раз вам говорить, перестаньте есть всякую гадость. Ведь именно из-за этого появилась поговорка «Увидеть Париж и умереть». Главной новостью недели стало закрытие доступа на Эфелеву башню. Рабочие башни присоединились к правсоюзам и закрыли доступ на все уровни достопримечательности. Но туристы не расстраиваются, ведь сразу открылась новая туристическая фирма, которая позволяет посетить любой этаж Эйфелевой башни. Да, братуха, привет! Вот тебе веревка, как и договаривались. Только это главное. Ты же понимаешь, что с башни по-маленькому ходить нельзя. А ну здесь так не принято, саватанами. На днях охрана Лувра выгнала одного из туристов за то, что он сфотографировался на троне Наполеона. Согласен, поступок глупый, зато только у меня есть такая селфи. Французское министерство культуры и туризма выделило миллион евро на реставрацию румынских проституток. Ну, короче, чтобы они походу органичнее вписывались в архитектуру города. Кстати, украинские туристы считают французский язык самым красивым языком в мире. Это они мамой, клянусь, просто не знали, что это был армянский. Кроме того, Париж является одним из самых фотографируемых мест. Итак, давайте посмотрим, как выглядят эти фотографии. Это короче Эйфелева башня. А это триумфальная арка. Ну, а здесь, походу, Лувр. Хотя, да, точно Лувр. Дорогие украинцы, как мы поняли, за один короткий репортаж невозможно увидеть всех прелестей Парижа. Поэтому до скорых встреч в эфире Чисто Ньюз. С вами Белошот Аракелян. Новости, репортажи и обзорные экскурсии.